И, кстати, по этому поводу самое смешное – это, если можно вообще смеяться. Ну, вообще на войне надо смеяться, потому что иначе просто мы все сойдем с ума, если не смеяться, если не улыбаться. Поэтому я пытаюсь все-таки в наших интервью добавлять сарказма и юмора, потому что, на самом деле, еще самое грозное оружие против Путина – это смех. Потому что Путин, на самом деле, вот этого абсолютно не выносит. Он просто не выносит, потому что он из себя делает такого серьезного, абсолютно диктатора. Вот я не знаю, видели ли вы его новогоднее обращение? У меня это новогоднее обращение стоит в черном костюме с темно-бордовым галстуком. Вернулся к старой картинке, снято в студии, Кремль где-то у него на заднике в живье. То есть нет у него, как в прошлом году, не окружил себя тетками из ФСО и мужиками из ФСО, не стал такую военную картинку делать. Но вот его облачение, такое впечатление, что человек на похоронах, на собственных стоит. То есть вылез из холодильника от Валерия Дмитриевича Соловья и от генерала СВЭ. Припутали его немножко. Но он такой вот, по-французски это называется «кокмол». Человек в похоронном бюро. Похоронный агент. Вот Путин абсолютно вот это обращение похоронного агента. Вот. И стоит этот вот кумпол, по которому 3 мая ударило два беспилотника. Украинские, неукраинские, мы не знаем, но они говорили, что украинские, как бы то ни было. И вот символика какая, значит, 3 мая по этому кумполу Кремля прилетели беспилотники. И Путин на фоне этого купола говорит, да у нас все нормально вообще, прожили год замечательный, да, там прекрасно, все замечательно. Вот купол похинили. Да, купол похинили, да. И дальше говорит, а давайте жить дружно. И вот самое главное, что 24-й год – это год семьи. И дальше, а вот Путин, знаете, есть вещи, на которые вообще я ему не верю никогда, когда он чего-нибудь там говорит, вот такое проникновенное. Да, потому что человек, у которого, ну, на самом деле, он может тонко чувствовать, просто он это очень сильно скрывает. Он очень сильно боится показать слабым человеком. То есть, на самом деле, он очень слабый человек, и он очень эмоциональный человек. Но он чрезвычайно боится это показать, и поэтому делает из себя вот такую картинку такого железного дровосека или железного Феликса. И он говорит, значит, год семьи, и этот бобыль, который 10 лет не может жениться на Кабаевой, который 10 лет не может признать этих самых детей, которые у него то ли есть, то ли нету, он, значит, россиянам начинает считать мораль, что, типа, вы должны там вот там про детей, про внуков, замечательно. Человек, у которого нет ни одной фотографии в кругу семьи. То есть, вот вспомните, любого президента, там, Зеленского, всех президентов Украины, у них наверняка были какие-то семейные фотографии, да. Всех президентов иностранных из нормального государства у них были какие-то семейные фотографии. Даже Ким Чен Ын, будете смеяться, у него то сестра там, то еще кто-то, да, то есть у него все-таки мы видим. Ну, он, правда, своего одного брата своего, значит, убил, где-то там в Индонезии, по-моему, это было, или где-то там на Филиппинах, вот, но тем не менее у него, вот даже у него мы знаем, там, семья какая-то есть. А у Путина вообще ни одной фотографии семьи, ни одного видоса все в кругу семьи. Там самым главным членом семьи, которого когда-то допустили куда-то на видео с Путиным, это была собака, да, значит, кони, который, знаете, который он пугал, кстати, ангелу Меркель, бедную несчастную, да, которая боится собак. И он, значит, есть такая замечательная фотография, где она абсолютно тетанизированная, сидит такая вся такая каменная леди, и боится шевельнуться. Кстати, замечательная совершенно собака-лабрадора, да, который нежнее, по-моему, только может это быть Ротвеллер, и кто там еще нежнее может быть. Вот, и Путин сидит с ухмылочкой на нее смотрит, такой садист, который знает, что она боится, и поэтому, значит, он позвал эту собачку. Вот, ну, вот такие поздравления. Вы знаете, на самом деле, вот эта картинка, и эта картинка опять вот в прошлое. Это опять Россия не вперед, да, потому что Путин на самом деле консерватор. Причем он консерватор в первичном понимании этого слова. То есть это человек, который буквально говорит, я хочу, чтобы вот мгновение остановилось, чтобы больше земля не крутилась никуда, чтобы время никуда не шло, чтобы мы застыли в каком-нибудь 1980 году, да, в Олимпийском году советском. Ну, правда, уже вместо Брежнева уже я, Путин, да, вот, и чтобы вся эта наша нынешняя современная Россия не была ни нынешней, ни современной, а катилась вот в обратную сторону, туда, куда-то, вот, к Сапарской башне и к этому Кремлю, где нет ни одного человека. Это тоже символ. Вокруг нет ни одного человека, одни только здания. То есть вот этот Кремль как символ государственной власти, этот Путин как похоронный человек из похоронного бюро, но одновременно. И, кстати, вот человек из похоронного бюро, это вот соответствует Путину, да, потому что, ну, покойник, если он уже умер, то все уже, с ним, ну, чего, его только червяки могут съесть, да, но жизни у него уже никакой не будет. То есть его для Путина это совершенно четкая философия, да, потому что, вы знаете, просто люди ее не поняли. Когда Путин в 2006 году пришел и сказал, что самой большой геокатастрофой 20 века был распад Советского Союза, то для людей, на самом деле, вокруг Путина и внутри Российской Федерации все должно было понятно, что он собирается восстанавливать Советский Союз. То есть для него вот это впечатление в прошлое для него было самой большой задачей и самым большим философским посылом. Причем дальше, когда мы посмотрели, мы обратили внимание, что он не стал ставить бюсты Андропову, хотя немножко поставили, но не стали ставить бюсты Горбачеву, Черненко, там, я не знаю, Брежневу или Хрущеву, а стали ставить бюсты Сталина. И вот когда сегодня, в 23-м году, Российская Федерация подошла к ГУЛАГу, к Сталинскому, то люди удивляются и говорят, а как же так, как же такое может быть. А Путин это все заявил, вот и все, в 2000 году он сказал, я хочу вернуться в Советский Союз Сталинского типа и ГУЛАГу Сталинского типа, и все, и сделал все, чтобы туда вернуться. И самое главное, что не хочет никакой современной России, он не хочет никакой России, которая подвигалась бы куда-то. Все эти разговоры о том, что, значит, мы строим современную страну, это все ерунда. На самом деле он консервирует эту страну, и он пытается вернуться в прошлое. Это какой-то реконструктор в глобальном масштабе. Понятно, что ему неуютно в современном мире, и он хочет окунуть страну в мир диктатуры, автократии. Ну, правда, да, вот сейчас... Ему самому неуютно, самому лично неуютно в мире, самому лично неуютно в мире, в котором он стареет постоянно, каждый год прибавляется ему лишняя морщина и так далее, поэтому отсюда ботокс, отсюда всякие пластические операции и прочее, до того дошло, что люди уже перестали даже его узнавать. Вот, и хотя я, откровенно говоря, не очень верю в розыгрыш Валерия Дмитриевича Соловья и генерала СВР со смертью Путина, но я считаю, что это розыгрыш. Это правильный, кстати, розыгрыш, потому что он десакрализировал Путина. Он десакрализировал этого человека. Ведь, когда Володин говорил, Россия – это Путин, Путин – это Россия. Значит, нет Путина, нет России. И когда генерал СВР и Валерий Дмитриевич Соловей 26 октября объявили о том, что Путин умер, это значит, что умерла Россия. То есть практически они поставили путинский режим перед фактом того, что теперь ему надо оправдываться. И в этом смысле они добились своего, потому что Песков три раза оправдывался, что у Путина нет двойников. У Путина даже на линии 14 декабря ему даже сделали двойника. Это, кстати, был идиотизм. Потому что если уж они хотели бы посеять еще большие сомнения, что двойники есть, то они вот этим и добились. Они просто показали, как реально это можно сделать. А с Новым годом страну поздравлял двойник, по вашим наблюдениям? Нет. Вы на орбите посмотрели, да? На орбите. Да, я посмотрел на орбите, на Дальний Восток. Нет, с моей точки зрения поздравлял тот самый Путин, который в последнее время все время вертелся. Правда, он в этот раз не кашлял. Я не знаю, что там ему медом смазали. Но там всего две-три минуты это поздравление. Там очень... Записать? Да, это записать возможно так, чтобы и без кашляния. То есть вообще я не верю, что Путин лежит в холодильнике. Я верю, что Путин это тот же самый, который был. И уж если уж он когда-то умер, то он умер не сейчас, а он умер тогда до 2012 года. Потому что там есть версия, что Путин, когда вернулся в 2012 году, было очень странно. Кстати, Ростислав Мурзагулов эту версию рассказывает со ссылкой на очень большого какого-то кремлевского чиновника, который говорил, что вообще-то никто не узнавал вообще. И там вот этот Васильевич... Ну, тогда не Васильевич, там его Михаил Иванович называли. Михаил Иванович его называли. По бриллиантовой руке. Значит, шеф Михаил Иванович. Да, вам привет от шефа, Михаил Иванович. Вот. Значит, Попанов там это все делал, нам рассказывал. Ну, вот такой вот Путин, он очень боится смерти, он очень боится старения, он молодится постоянно. Но ведь, видите, он же вынужден был согласиться с тем, что против времени ничего не поделаешь. Субтитры создавал DimaTorzok